Толкование суры Аль-Инфитар, часть первая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословения нашему пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а также тем, кто последовал за ними до судного дня. О Аллах, сделай нас из числа тех, кто уверовал, последовал за пророком и совершал праведные деяния. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С позволения Аллах, я хотел бы начать с того, о чем совершенно забыл упомянуть на прошлой лекции. Мы упустили очень важный момент, который касается двух аятов суры Ат-Таквир. И следующий. Всевышний Аллах поклялся ночью. Мы обсудили этот аят. Клянусь ночью, когда она наступает. Слово «Асс» обозначает либо раннее утро, либо вечер, когда солнце только-только скрылось за горизонтом. В это время суток трудно что-либо разглядеть. Клянусь рассветом, когда он начинает дышать. Будто бы день наконец-то освободился от хватки ночного мрака и смог сделать вдох. Мы не связали эти аяты со следующим. Это слова благородного посланца, то есть Джибрилля, мир ему. Мы обсудили различия между словами «кауль» и «калям». Но не связали эти клятвы с утверждением, которое последовало за ними. Как было сказано на прошлой лекции, язычники имели ложные убеждения касательно звезд. Они верили, что звезды хранят сокровенные знания. И что джинны могли подниматься к ним и приносить эти знания прорицателям. Они утверждали, что слова Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствуют, ничем не отличаются от слов прорицателей. В Коране встречаются два слова, которыми они называли его. Кяхин – прорицатель, и маджнун, то есть одержимый джинном. Или тот, кто получает информацию от джинов. Итак, смыслы этих аятов переплетаются и формируют интересную картину. Различие между неясностью слов многобожников и понятностью слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так же велико, как и разница между ночным мраком и ясным днем. Поистине, это слова благородного посланца. Это откровение, чистое и неприкосновенное, и оно ни в коем случае не может быть словами лживых шайтанов. Это первое, что необходимо было подчеркнуть. Второе – это связь между заключением предыдущей суры и началом следующей. В самом конце суры Ат-Таквир Всевышний Аллах задал вопрос. Куда же вы направляетесь? Это лишь напоминание всем мирам. Только тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Ответом на вопрос, куда же вы направляетесь, является то, что все мы движемся к тому дню, когда произойдут разрушительные, катастрофические события. Неважно, верите вы в это или нет. Таким образом, начало этой суры является продолжением этого вопроса и ответом на него. Оно проливает свет на то, к чему же мы на самом деле направляемся. С именем Аллаха начнем изучение этой суры. Когда небо расколется, частица «иза» вызывает напряжение и обычно указывает на будущее время. Другое ее значение – вдруг или внезапно, как в аяте. Внезапно он превратился в змею. Всевышний Аллах клянется небом. Заметьте, что прошлая сура начиналась с клятвы солнцем, а затем небом, когда небо будет содрано и станет красным от пламени. Хоть на первый взгляд и кажется, что эти суры говорят об одном и том же, вы заметите, как их картины сменяют друг друга. В суре «Ат-Таквир» преобладали две темы – темнота, солнце потеряет свое сияние, звезды поблекнут, упоминается зарытая зажива девочка, что также иллюстрирует темноту. Ключевые слова в этой суре все эти слова связаны либо с темнотой, либо с пламенем. Второй темой, которая здесь преобладает – темнота и пламя. Две мрачные темы, на которых основана сурат «Таквир». В суре «Али-Инфитар» будет преобладать движение, раскалывание и грохот. Мы увидим, какую прекрасную связь образуют эти слова. Первое слово «Инфитар» – оно же и является названием этой суры. От него образуется множество других слов. Например, «тафаттара», «инфаттара», «фаттара». Одно из имен Всевышнего Аллаха, «фатрус-самават» и «валь-Ард» имеет тот же самый корень. Дословно «фаттара» означает «раскалывать», либо «разрезать вдоль». Если мы разрежем какой-то предмет поперек, это нельзя будет назвать футуром. Аллах использует слово «футур», говоря о небе. Видишь ли ты в нем какой-нибудь недостаток или какую-нибудь трещину? Это слово иллюстрирует, как сильно будет повреждено небо вдоль горизонта. То есть в нем появится огромная трещина. В классической арабской литературе встречается другое значение этого слова – «отрезы тканей». Между этим значением и небом есть связь. Небо подобно натянутому над нами огромному куску ткани. Я еще раз хотел бы подчеркнуть то, о чем вскользь упоминал в прошлый раз. Всевышний Аллах не обращается к нам с научными терминами. Он говорит в соответствии с тем, что видят глаза человека. И описывает это невероятно красочными словами. Если мы попытаемся искусственно придать им научный смысл, то получим либо правильные, либо ошибочные выводы. Однако, если мы останемся верными языку, на котором общались арабы, то подойдем намного ближе к смыслу, который Аллаху вложил в свои слова. Конечно же, Аллаху известно об этом лучше. Этот аят описывает, как в навесе, натянутом над нами, появится трещина. Представьте себе, что в навесе установлено множество лампочек. Что с ними произойдет, если навес разорвется? Они все упадут и разлетятся в разные стороны. В следующем аяте описывается именно это. «Пречисталлах», когда светила осыплются. В Коране очень много слов, которые означают осыпаться и рассеиваться. «Истатара», «Инфадда», «Интасара», «Инташара», «Инбассара». Все эти слова имеют примерно одинаковое значение. В этом случае используется именно слово «Интасарат». Его смысл связан с резким толчком. Приведу пример. Возьмем горсть бусин, разбросаем их по кровати, а затем резко встряхнем одеяло. То, что произойдет в результате, можно описать именно словом «Интисар». То есть, этот аят показывает нам, как небо резко содрогается и разрывается, и как звезды вдруг начинают осыпаться, подобно тому, как рассыпались бубусины, если встряхнуть одеяло. Звезды здесь описываются словом «Каукаб». В предыдущей суре было другое слово, обозначающее звезды. «Наджм» — слова «нуджум» и «кавакиб» — дополняют друг друга. Эти суры не одинаковы, однако они очень похожи. Точно так же, как и слова, которые обозначают звезды, похожи между собой. Здесь есть более глубокая связь. Слово «наджм» обозначает звезду, которая сияет или моргает. То есть, ее свет меняется от яркого к тусклому, и наоборот. Мы сказали, что одной из тем предыдущей суры были свет и темнота. Таким образом, слово «наджм» является более подходящим для нее. Некоторые лингвисты, например, Ибн Манзур в книге «Лисану л'Араб» и Абу Хайян Аль-Гарнатый в книге «Аль-Бахруль-Мухит» говорят, что «кяукаб» обозначает огромную яркую звезду, которую арабы использовали в качестве путеводной. Также слово «кяукаб» обозначает планеты. То есть, как видим, смысл слова охватывает большие небесные тела. Слово «наджм» подчеркивает блеск звезд, а «кяукаб» подчеркивает их величину и то, что они прочно закреплены и недвижимы. Последнее, что от них можно ожидать, это смена расположения. Но когда наступит судный день, даже они разлетятся в разные стороны. Рассеются даже те звезды, которые никогда не меняли своего места и по которым люди находили путь в море и в пустыне. Теперь человек совершенно потерян, ведь все ориентиры уничтожены. Они разлетелись во все стороны. Далее Всевышний Аллах описывает нам картину, которая уже встречалась в предыдущей суре. «Когда моря взорвутся». Слово «взорвутся» недостаточно точно передает смысл. Чуть позже мы обсудим его подробнее. В предыдущей суре есть очень похожий аят. Суджират означает «сильно кипеть», «выкипать». Предыдущая сура обращала наше внимание на темноту и пламя. А это на движение. Утренняя молитва называется фаджр, потому что она прорывается сквозь тьму ночи. Фаджр – это тот, кто нарушает приказы Аллаха наихудшим образом. Бывают люди, которые стыдятся своих грехов и скрывают их. А есть те, которых называют словом «фаджр». Они совершают омерзительные поступки открыто и совершенно не стыдятся их. Они намного хуже обычных грешников. Итак, в этом аяте говорится, что моря взрываются. То есть вода выходит из берегов и разливается повсюду. Это слово встречается и в другом аяте священного Корана, где те, кто не верят в будущую жизнь, сказали… «Вместе с тем, в Коране встречаются и другие однокоренные слова – тавджир и туфаджир». Корень фаджира означает «рыть каналы в земле», чтобы по ним текла вода. То есть в нем прослеживается та же тема – раскрывание или разрывание чего-то. Этот аят описывает, как моря выходят из берегов, как их вода разливается повсюду, как океаны закипают и поднимаются огромные волны, которые затапливают все вокруг. Другими словами, в нем описывается движение. Следующий аят. Здесь снова идет речь о том, от чего мы никак не ожидаем никакого движения. Кубур или Кабр – что означает «могила». В Коране есть несколько слов, которые имеют такое же значение, в том числе Кабр и Маркад. Маркад образуется от слова «рукуд», что означает «беспокойный сон». Давайте рассмотрим, как ученые толкуют этот аят из суры «Ясин». Кто поднял нас ото сна? Не стоит отвлекаться на телефон, в нем нет ничего интересного. Итак, слово «маркад» описывает беспокойный сон. Такой, при котором человек не может успокоиться и крепко уснуть. Ученые говорят, что когда в Судный день люди воскреснут, они увидят настолько ужасающие события, что мучения в могиле покажутся им всего лишь беспокойным сном. И они скажут «Кто поднял нас ото сна? Пречисто Аллах». Хадисы очень ярко и наглядно описывают, насколько мучительны наказания в могиле. Однако, по сравнению с событиями Судного дня, они окажутся всего лишь беспокойным сном, то есть маркадом. И еще одно слово, которое означает «могилы», это «адждас» или «джадас». Это такая могила, от которой не осталось даже следа. Например, некоторых людей кремируют, и у них нет могил. Других хоронят в общих могилах, о которых никто не знает. И на месте которых потом люди могут даже построить дома. Таким образом, «адждас» – это могилы, которые никак не помечены, или такие, от которых уже ничего не осталось. В свою очередь, слово «кабр» описывает яму, которую вырыли именно для того, чтобы кого-то похоронить. Это еще одно слово, которое подразумевает раскапывание земли. Теперь рассмотрим слово «бу-а-фират». Этимологи утверждают, что слово «ба-а-фара» образовалось путем слияния двух слов «ба-а-фа» и «а-фара», что очень близко к истине, поскольку включает в себя оба смысла. Для начала я объясню, что означает это слово. Ситуация, которая произошла со мной сегодня утром, хорошо опишет его значение. Итак, я выселяюсь из своего номера в отеле и не могу найти свои ключи. Я уже упаковал все свои вещи, и моих ключей нет в комнате, значит, они в чемодане. Я очень спешу на рейс. Поэтому мне приходится в спешке открывать чемодан и переворачивать все его содержимое. Это и описывает слово «ба-а-фара». Когда ты копаешься в чем-то, чтобы вытащить какой-то предмет. То есть тебе приходится все перевернуть для того, чтобы извлечь нужную вещь. Всевышний Аллах использует это слово по отношению к могилам. Они будут раскопаны, перевернуты, и нас вытащат из него для того, чтобы мы предстали перед нашим Господом. Пречист Аллах, какая же впечатляющая картина. В предыдущей суре нам встретился аят. «Когда души соединятся, хорошие с хорошими, а скверные со скверными. Однако, прежде чем они соединятся, их вытащат из их могил». Этот аят будто описывает нам события, которые предшествуют моменту, описанному в аяте предыдущей суре. В предыдущей суре говорилось. Каждый человек прекрасно знает, что он приготовил. Теперь, в следующем аяте, мы видим пояснение этому. Эти аяты очень похожи. Аяты этой суры подробнее раскрывают смысл аята предыдущей суры. Давайте рассмотрим эти два слова. Они имеют очень глубокий смысл. Всевышний Аллах говорит, «Каждая душа узнает, что она отправила вперед, если переводить дословно, то есть, каддамат, и что она оставила позади, то есть, аххарат». Что это означает? Прежде чем переходить к аналогиям, давайте обратимся к славам ученых. Итак, каддама относится как к благим деяниям, так и к скверным. Почему Всевышний Аллах употребляет именно это слово, которое также имеет смысл посылать или отправлять, вместо слова «совершать»? Представьте, что вы отправили письмо по электронной почте. Можете ли вы отменить отправку? Нет, оно уже дошло до адресата. Когда вы пишете письмо, вы можете поменять слова. Но если это письмо уже отправлено, его невозможно вернуть назад. Оно отправлено. Сегодня нам легче это понять, чем, например, тем, кто жил сто лет назад, ведь у них не было электронной почты. Всевышний Аллах облегчил нам понимание этого слова. Каждое наше действие, каждое слово, плохое или хорошее, уже отправлено. Каким образом происходит отправка наших деяний? Например, у нас есть различные технологии, службы доставки и так далее. Но как же отправляются наши деяния? Об этом мы узнаем чуть позже, когда речь пойдет об ангелах, которые записывают деяния, а затем доставляют их. Итак, мы обсудили слово «каддама», которое означает, что и хорошие, и плохие деяния записываются и отправляются. Теперь перейдем к слову «ахарат» – «оставила». Оно тоже имеет очень сильный смысл. У тебя было много возможностей совершать благие дела, которыми ты не воспользовался. Ты мог просыпаться на молитву, мог ходить в мечеть, раздавать милостыню, помогать нуждающимся. Человеку даются возможности совершать благие дела, но он не использует их, то есть оставляет их. Точно так же человеку даются возможности совершать грехи. Но если он оставляет грех, имея возможности его совершить, это также записывается. Таким образом, каждая душа узнает, что совершила – «каддамат». И что должна будет представить? «Ахдарат», как было сказано в предыдущей суре, а также то, что она оставила – «аххарат». К слову, мы будем жалеть, что оставили некоторые деяния, и будем рады, что оставили другие деяния и не стали их совершать. В суре «Ас-Савфат» рассказывается о том, что верующий скажет, «Был у меня спутник». И затем обрадуется, что его дружба с этим человеком закончилась. Он взглянет и увидит этого грешника посреди адского огня и станет порицать его. Он скажет, «Ты едва не погубил меня». В судный день мы будем рады, что оставили некоторые запретные поступки, и будем жалеть о том, что они совершали некоторые благие дела. Пусть Аллах сделает нас из числа людей, которые довольны тем, что они оставили, и тем, что совершили. Итак, другое толкование этого аята связано с предыдущей сурой, в которой есть похожий аят. Это дает нам понять, что в первую очередь Аллах обращается к неверующим. В суре «Ат-Таквир» Аллах выделил некоторые грехи неверующих многобожников. Например, убийство новорожденной девочки. После этого он сказал, что свитки будут раскрыты, а в этой суре Аллах еще раз напоминает нам об этом. Говорят, что все наши деяния уже были отправлены. Даже если вы думаете, что вас никто не видел, Всевышний Аллах – свидетель каждого вашего действия. И за каждый грех вам придется нести отчет. У этого аята есть еще одно толкование, согласно которому слово «каддамат» указывает на деяния, совершенные в начале жизни, а «ахарат» – на те, которые человек совершал в конце жизни. Это включает в себя абсолютно все деяния. Возможно, в начале жизни человек был праведным, а затем изменился и перестал усердствовать в поклонении. Или наоборот, в начале жизни человек был грешником, а потом стал праведным. Некоторые ученые говорят, что смысл этого аята еще более страшен для тех, кто уже в преклонном возрасте и обращается к Аллаху, только осознав, что их жизнь подходит к концу, и большую ее часть они проявили бессмысленно. Итак, перейдем к последнему толкованию этого аята. Все твои дела, плохие и хорошие, уже записаны. Однажды ты покинешь этот мир, и твои дела прекратятся, но некоторые из них продолжатся. Например, если ты помог построить мечеть, то это деяние не только запишется как благое, но и будет приносить пользу людям много лет, даже после твоей смерти. И наоборот, если ты продавал алкоголь и кормил своих детей этими запретными деньгами, а затем твой сын и его дети унаследовали этот магазин и продолжили твой греховный бизнес, то кто будет нести ответственность за это? Пречист Аллах! Последствия греха, который ты оставил после себя, будут вредить тебе даже после твоей смерти. Это невероятно сильный аят, смысл которого люди осознают в полной мере, только когда начнут происходить события, описанные ранее. Когда небо расколется, когда светила осыплются, когда могилы будут перевернуты. В этот момент человек с ужасом осознает, что же он совершил и что оставил. В одном из последних аятов предыдущей суры сказано, что Коран – это напоминание мирам. То есть, это напоминание о будущей жизни. Но ведь напоминание обычно подразумевает событие, которое уже произошло в прошлом. А Коран напоминает нам о том, чего мы еще не видели. Ради нашего же блага Коран переносит нас в будущее и детально описывает события, которые произойдут, а затем постоянно напоминает нам о них. Пречист Аллах. Посмотрите, какое сильное влияние имеют эти слова. Я прошу Аллаха сделать нас из числа тех, кому принесет пользу это напоминание. Итак, аят. Связан со всеми предыдущими аятами таким образом. Когда небо расколется, тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя. Когда светила осыплются, тогда каждая душа узнает, что совершила и что оставила после себя. Когда моря сольются, тогда каждая душа узнает, что совершила и что оставила после себя. Затем Аллах говорит, «Когда могилы будут перевернуты, тогда каждая душа узнает, что она совершила и что оставила после себя». В этом заключается сила Корана. Его аяты лаконичны, однако они несут невероятно глубокий смысл. Итак, следующий аят содержит вопрос. В предыдущей суре тоже был вопрос, «Куда же вы направляетесь?» Вопрос из этого аята поражает человека, приводит его в замешательство, заставляет его заглянуть в глубины своей души. Посмотрите на эти слова. «О, человек!» Смысл этой фразы уникален, и его очень трудно перевести на какой-либо язык. В ней столько эмоций, печали и боли. Мы выражаем сочувствие подобным образом, когда нам искренне жаль кого-то. Всевышний Аллах обращается к каждому человеку со словами. «О, человек!» Представьте, с каким тоном к вам обратится человек, который видит, что вы поступаете неправильно. Он не встанет кричать на вас, но его тон будет полон тревоги за вас. В другом аяте Аллах говорит «О горе рабам!» В этом аяте он обратился к нам, используя слово «инсан». Есть несколько мнений, касаемо его происхождения. Одно из них гласит, что корень этого слова «насья», что означает «забывать». То есть, «инсан» — это творение, которое склонно к забывчивости. Солнце не забывает о том, что должно подчиняться Всевышнему Аллаху. Муравьи не забывают об этом, камни не забывают об этом, и даже скот не забывает. Но Аллах сказал «Они подобны скоту, но еще более заблудшие». Мы забыли, для чего были созданы. И Всевышний Аллах использует это слово, чтобы напомнить нам о нашей забывчивости. Некоторые ученые утверждают, что это слово происходит от корня «унс», которое означает «испытывать привязанность» или «любовь». То есть, мы привязываемся к чему-то помимо Всевышнего Аллаха. И это заставляет нас забыть о нашем истинном предназначении. Примерный перевод этого, что вело тебя в заблуждение, что заставило тебя обмануться. В Коране встречается несколько слов, которые означают обман или обольщение. Например, «гарра», «хадаа», «хана», «хияна» и так далее. В этом аяте использовано именно слово «гарра». Оно описывает обман, подобный тому, как обманывают туристов. Туристы не особо внимательны на отдыхе. Они зачастую не задумываются о своем поведении или о том, как они тратят деньги. И некоторые люди пользуются этим ради своей выгоды. Кто может воспользоваться человеком, когда он теряет свою бдительность? Шайтан. Тот, чей обман был раскрыт в предыдущей суре. Помните, каков был обман, жертвами которого стало большинство людей? Всевышний Аллах сказал об этом. «Ваш товарищ неодержимый». И это не речи проклятого шайтана. Когда вы теряете бдительность и позволяете шайтану подобраться к вам, он выдумывает гораздо худшую ложь, и вы с легкостью верите в нее. Те люди попали в его ловушку. Здесь Аллах говорит «Что ввело тебя в заблуждение по поводу твоего щедрого Господа?» Он не сказал. «Что ввело тебя в заблуждение по поводу Аллаха?» Он сказал. «Что ввело тебя в заблуждение по поводу твоего Господа?» Слово «рабб» показывает отношение Аллаха к нам. Аллах – это главное из имен Аллаха. Среди ученых есть разногласия относительно корня этого слова – «илля». В свою очередь, слово «рабб» подразумевает отношения. Например, если говорить об учителе, то кто будет неотделимо связан с ним? Ученик. Если говорить о хозяине, то кто находится в полной зависимости от него? Правильно, раб или слуга. Всевышний Аллах не говорит «раббус самава, ты валь ард», а просто «раббика» «твой Господь». Проведем простую параллель. Тебя собираются уволить за то, что ты невнимательно относишься к указаниям своего начальника. Ты опаздываешь, не выполняешь задания, и за это тебе грозит увольнение. Начальник не хочет быть грубым, но ему интересна причина твоего поведения. Поэтому он спрашивает «Что мешало тебе работать? Что отвлекало тебя от моих указаний? Понимаете? Мы уже заключили завет с Аллахом. Мы уже дали ему обет. Мы уже признали, что Аллах является нашим Господом. Не я ли ваш Господь? И мы сказали «Да, мы свидетельствуем». Здесь все предельно ясно. Так что же вело тебя в заблуждение? Что отвлекало тебя? Может, ты думаешь, что твоим предназначением в жизни был Ютуб или Фейсбук? Люди стремятся к другим целям, которые отвлекают их от Всевышнего Аллаха. Посмотрите на прекрасную связь между сурами. В предыдущей суре было сказано, что люди отворачиваются от посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует. В суре до нее они отворачивались от Корана. А в этой суре они отворачиваются от самого Всевышнего Аллаха, от самого Господа. Это и есть корень проблемы. Они отвернулись от откровения и от посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, потому что у них нет твердой убежденности в существовании Господа. Поэтому они с легкостью отвлекаются на менее важные вещи в жизни. Всевышний Аллах сказал не просто Роббика, а Бироббик аль-Карим. «Карим» означает благородный, щедрый. Мы говорили об этом ранее. Если учитель добрый и благородный, ученики начинают пользоваться этим. Они обманываются тем, что им сойдет с рук что угодно. Ведь учитель не станет наказывать их из-за своего благородства. Если такой учитель позовет тебя перед тем, как вручить тебе табель с плохими оценками и скажет «Послушай, я все время был добр к тебе. Почему ты вел себя так отвратительно? То ты будешь чувствовать себя намного хуже, чем если бы это сделал учитель, который все время был с тобой груб. Ведь ты и так ожидал, что он поставит тебе низкий бал». Всевышний Аллах обращается к людям с любовью и с нисхождением, заставляя каждого из них заглянуть в глубины своей души. «Что ввело тебя в заблуждение? Любовь к деньгам? Семья? Любовь к твоим жалким страстям? Любовь к пустой трате времени? Что отвлекало тебя от твоего милостивого Господа? Аллах щедрейший, и Он надрил тебя столькими благами и своей щедрости». В одном из аятов Корана он сказал «Мы почтили сынов Адама». В следующем аяте говорится об одном из проявлений его щедрости. «Он не просто является твоим Господом и имеет власть над тобой, над своим рабом. Он тот, кто создал тебя». Слово «тасвия» имеет несколько значений, одно из которых – выравнивание, доведение до идеала. Другое его значение – усовершенствование, то есть уделение внимания каждой детали. Можно привести в пример то, сколько внимания компании по производству автомобилей уделяют деталям при сборке своих моделей. Ни одна машина не отправится на продажу, пока не будет проверена каждая мелочь, то есть пока она не будет доведена до совершенства. Всевышний Аллах не просто создал тебя, Он придал тебе безупречный облик – соввака, а затем соразмерил его и придал ему гармонию и равновесие – адаляк. Слово «адаль» имеет очень сильный смысл. Аллах создал нас удивительным образом. Мы ходим на двух ногах и не теряем равновесие. Но равновесие присуще нам не только в прямом смысле, а и в переносном. Даже между порочностью и богобоязненностью есть баланс. Мы можем встретить множество таких примеров в Священном Коране. Баланс между стремлением к мирской жизни и к жизни будущей. Баланс между нашими личными обязанностями и обязанностями перед родными и перед обществом в целом. Аллах установил гармонию во всех аспектах нашей жизни, а также наделил нас чувством гармонии и стремления к ней – адаляк. Всевышний Аллах упоминает об этом и в другом аяте. Он говорит, что мы сотворили человека прекраснейшим образом. А каким именно образом говорится в этом аяте? Я хочу рассказать вам историю, которая произошла со мной сегодня. По пути сюда я разговаривал с одним человеком, который сказал, что немного знаком с исламом. Он был слегка разочарован тем, что я не шиит, но мы все же продолжили разговор. Он сказал, меня интересует только один вопрос, почему у мусульман есть ад? Я ответил, хорошо, я расскажу тебе кое-что. Тебе знакомы понятия баланса, гармонии и справедливости? Он сказал, да, конечно. Я спросил его, ты веришь в Бога? И, услышав положительный ответ, я продолжил, в таком случае ты должен верить в то, что Бог справедлив. Он ответил, что верит в это, и я спросил его, что бы ты сделал с человеком, который убил сотню людей? Какое наказание будет для него справедливым? Он сказал, его нужно убить. Хорошо, но скольких людей он убил? Сотню. А что бы ты сделал, если бы он убил всего одного человека? Убил бы его. Хорошо, но, по крайней мере, ты поддерживаешь смертную казнь. Но справедливо ли убить человека за то, что он убил сотню людей? Это и есть справедливое наказание. Разве мы можем убить человека сто раз? Конечно же нет. Другими словами, в этом случае мы не можем добиться справедливости. Если ты веришь, что этот мир был создан, значит, его создал тот, кто обладает абсолютной справедливостью. Очевидно, что в этом мире невозможно ее достичь. Поэтому мы ожидаем получить ее от нашего Создателя, который справедливо воздаст остальным 99 жертвам этого человека, убитого всего один раз. Но если посмотреть на это с другой стороны, даже если бы он убил только одного человека, то сколько судеб бы он сломал? Возможно, жертвой стал бы чей-то отец, брат, сын, опекун, работодатель. Он погубил бы целую семью, бизнес, общество, в то время как сам был одиноким. И никто не пострадал бы в случае его смерти. Как видим, в этом случае он принес бы больше вреда по сравнению с наказанием, которое получил. В этом мире не существует абсолютной справедливости. Но неужели вы думаете, что тот, кто создал нас идеальным образом, так это и оставит? Даже в суре Аль-Фатиха Аллах подчеркивает баланс и гармонию. Например, «Тебе мы поклоняемся, и тебя мы молим о помощи». Он подчеркивает баланс между своей милостью и наказанием в аятах. Мы просим его вести нас прямым путем, ас-сират аль-мустаким, а не путем тех, кто заблудился или попал под его гнев. В священном Коране часто прослеживается подобное сопоставление. И даже наша община была названа той, которая придерживается середины, умматан васата. В отличие от этой суры, главной темой суры Ат-Таквир была защита того, каким образом откровение было передано пророку, да благословит его Аллах и приветствует. В свою очередь, эта сура главным образом обращается к сознанию самого человека. Если его собственное чувство гармонии не испорчено ложными убеждениями, то оно подскажет ему, что у него на самом деле есть Господь, и что Судный день непременно наступит. Человек сразу поймет это, если в нем сохранилась хотя бы капля естества, которое Аллах вложило в него. Некоторые братья просят меня рассказать о чудесах Корана, которые доказывают, что ислам – это истина. Однако они не понимают, что в Коране есть особый метод, с помощью которого мы должны подходить к этому вопросу. Он основывается на двух вещах – доказательствах и благонравии самого человека. Если в тебе нет благонравия, то ни одно доказательство не будет иметь смысла. То есть, не существует неоспоримого доказательства истинности Ислама, которое подошло бы абсолютно любому человеку, особенно если он не расположен к этому. Разве Фараон увидел мало доказательств? Нет, их было более чем достаточно. Однако в его душе не было ни капли блага, поэтому доказательства на него не подействовали. Колдуны были не самыми лучшими людьми, но глубоко внутри у них все-таки было что-то хорошее. Поэтому, когда они увидели доказательства, то сразу приняли его и сделали земной поклон. Как видим, важна совокупность этих двух факторов. Это не просто интеллектуальное упражнение, в котором мы приводим доказательства, а человек сразу должен принять ислам. Нет, это лишь одна сторона. А другая сторона – это личность самого человека. Всевышний Аллах требует, чтобы человек заглянул вглубь своей души, поразмышлял над тем, каким прекрасным образом он был сотворен, чтобы ничто не ввело его в заблуждение по поводу его Господа. Всевышний Аллах выделяет это как неотъемлемую часть пути к исламу. Размышление и самоанализ – это часть нашего призыва. Сегодня призыв в основном ограничен доказательствами, научными открытиями и так далее. Мы забыли, что Коран учит нас размышлять о нашем собственном сотворении. Это неотъемлемая часть того, как Всевышний Аллах доносит до нас истину. Слово «сура» обозначает предметы, которые можно визуально отличить друг от друга. То есть, Аллах говорит, что создал человека в том виде, в каком пожелал. Слово «раккаба» образовано от слова «таркиб», которое дословно означает «ставить один предмет поверх другого». «Раккаб» означает «наездник», то есть тот, кто едет верхом на лошади или верблюде. Некоторые специалисты по грамматике используют слово «таркиб», когда делают грамматический разбор аятов. То есть, они называют словом «таркиб» способ соединения слов между собой. Всевышний Аллах использует это слово, чтобы продемонстрировать, как Он создал нас, как Он соединил между собой клетки, сосуды, вены и так далее. Если хотите объяснить это своим детям, то просто дайте им конструктор лего, чтобы они соединяли между собой множество различных деталей. Это и есть «таркиб». Здесь очень важно понять одну вещь. Всевышний Аллах первым упомянул именно слово «рабб» – Господь, а не «халик» – Создатель. Именно из-за неправильного понимания этого вопроса возникли самые распространенные заблуждения, которым сегодня подвержены как мусульмане, так и немусульмане. Очень многие люди говорят, «Я не знаю, как вы можете верить в Бога, когда вокруг столько страданий, столько убийств. Так много детей умирают от голода и болезней». Наверное, вы все слышали такие утверждения. Или «Как вы можете верить, что Бог существует, если я потерял свою работу? Я не сделал ничего плохого, но заболел раком» и так далее. Люди приходят в церковь и спрашивают, «Почему Бог так со мной поступает? Такое встречается повсеместно». К сожалению, сейчас подобное можно услышать даже среди мусульман. Не так давно умерла мать одного брата, да сделает ее Аллах обитательницей рая. Но этот брат очень расстроился и сказал, «В чем моя вина? Почему Аллах так поступил со мной?» Если кого-то постигает болезнь, они говорят, «За что Аллах гневается на меня? Почему это происходит со мной?» Для начала необходимо понять одну очень простую вещь. Первое, что Всевышний Аллах говорит нам о себе в суре Аль-Фатиха, сразу после слов «Аль-ХамдулиЛлях», это не то, что он Халик – Создатель, или Малик – Владыка, а то, что он Роббуль Алямин – Господь миров. Рубубия, то есть господство, подразумевает абсолютную власть над кем-то. Ты должен признать, что Аллах – не только твой Создатель, но и твой Господь – Рабб. И у тебя нет никаких прав перед Ним. Ни раб, ни имущество не имеет права над своим хозяином. Если мой диктофон перестанет работать, имею ли я право сломать его, наступить на него, выбросить его? Сможет ли он написать на меня жалобу? Конечно же нет. Нет, это моя вещь, я купил ее, и обладаю полной властью над ней. Всевышний Аллах не только создал нас, но и обладает абсолютной властью над нами, ведь Он – наш Господь. Разве я платил за свои руки или за свои глаза? Нет, конечно же, я не платил за них. Разве я решал, какое у меня будет лицо, какого пола я буду, сколько лет я проживу, какой я буду национальности, какие у меня будут родители? Разве хоть что-то из перечисленного было в моей власти? Нет. Всевышний Аллах даровал мне все это, а я не платил ему ни за что. Если бы он не дал мне абсолютно ничего, имел бы я право требовать с него что-то? Нет. Аллах даровал мне все это по своей щедрости. Такое мышление в основном присуще христианам. По крайней мере, на сегодняшний день большинство из них считает, что Бог нам чем-то обязан. Всевышний Аллах ничего нам не должен, потому что Он – наш Господь, Рабб. Однако, Он все равно всем нас обеспечивает. Настолько прекрасен наш покровитель, Он ничем нам не обязан. Но, несмотря на это, Он дарует нам неисчислимые блага. Даже если кто-то родился и умер, будучи младенцем, даже если происходят катастрофы, даже если в мире распространяются болезни, Всевышний Аллах все равно является нашим Господом. Это все равно, что сказать, почему Он дал мне пять пальцев вместо шести. Признав, что Аллах – наш Господь, мы признаем, что мы не обладаем абсолютно никакой властью. Он – Господь, а мы – Его рабы. Это один из основных уроков Священного Корана, и понимание этого исключает все сомнения. Когда ты пропустишь это через себя и примешь всем своим сердцем, тогда ты признаешь, что являешься рабом Аллаха. Ты будешь ходить, говорить и жить, как раб. Мышления раба и мышления свободного человека отличаются. Каждый раз, когда раб хочет сказать что-то, он задумывается о своем хозяине, о том, слышит ли он его. Он не сможет ничего сделать, не задумавшись о хозяине. Даже обычные офисные работники ведут себя точно так же. Прежде чем проверить личную почту или зайти в интернет, они смотрят, не включена ли камера наблюдения. Если люди настолько боятся своих начальников, представьте, что с ними будет, если они признают Всевышнего Аллаха своим Господом. Они будут задумываться о каждом своем взгляде, о каждом шаге, о каждом действии. Ведь он знает о предательском взгляде и о том, что утаивают сердца. Таково мышление человека, который признал Аллаха своим Господом. Неужели ты думаешь, что Всевышний Аллах создал тебя настолько прекрасным образом, без какой-либо цели? Аллах создал нас и одарил нас столькими способностями не просто так. Он поставил перед нами цель. Но нет. Этим Аллах выражает разочарование в человеке. Он был создан удивительным образом. Аллах придал ему безупречный и соразмерный облик. И человек мог бы стать лучшим из всех творений. Ведь он добровольно подчиняется Всевышнему Аллаху. Но в действительности вы считаете ложью воздаяние. В этом аяте Аллах не сказал. Или либо как в суре Алимран. Здесь Аллах имеет в виду именно такзибид-дин. Сейчас я объясню, что это означает. Сначала поговорим о слове такзиб. Обвинять кого-то во лжи – это такзиб. То есть вы называете какого-то человека лжецом. Вы пытаетесь дискредитировать человека, чтобы никто не верил его словам. Это одно из значений слова такзиб. Такзибид-дин означает, что они выдумывают ложные утверждения касаемо этой религии. Второе значение слова такзиб – это ложно опровергать чье-то утверждение. Например, говорить, что религия Аллаха – это не истина, а всего лишь выдумки шайтанов или прорицателей. Теперь рассмотрим слово дин. Оно происходит от слова дайн. Что означает «заем» или «долг»? Глагол дана означает «давать в долг». Эти слова похожи по смыслу. Они оба означают, что человек дает либо берет точно подсчитанную сумму, которую необходимо вернуть. Это суть ислама. Что бы мы ни совершили и что бы мы ни оставили, все это точно подсчитывается и записывается. Если мы совершали благие поступки, то должны будем получать взамен только благо. Также и наоборот. Если мы совершали плохие поступки, то взамен не получим ничего, кроме зла. Если вы начнете размышлять таким образом, то станете тщательно взвешивать каждый свой поступок и каждое свое утверждение. А это возможно в том случае, если вы осознаете значение слова дин. Это слово обычно переводят как образ жизни. Но на самом деле оно означает, что наша жизнь разделена на определенные части, которыми мы обязаны нашим родителям, нашим супругам, молитве и другим обязанностям. Все твои старания и упущения будут тщательно подсчитаны, и ты получишь то, чего заслуживаешь. Все, что вы жертвуете, идет на пользу вам самим. Человек сполна получит то, что он приобрел. В этом заключается суть слова дин. Люди, которые не хотят признавать этого, впадают в различные заблуждения, ведь им слишком трудно принять эту реальность. На этом мы завершим сегодняшнюю лекцию. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркем ТВ. Развивайтесь вместе с нами. ПрÓ 서�ва Hub donate на колокольчик. Аркем ТВ. Развивайтесь вместе с нами. бис.